Я приветствую вас на моём канале. 4 декабря, 21 ноября по старому стилю, великий праздник, отмечающийся всеми христианами, видение в храм Пресвятой Богородицы. По славянской традиции, в этот день зимними играми и катанием на санях празднуто окончательное наступление зимы и называют день 4 декабря «Виденье», «Виденщина». Посвящен этот день Деве Марии, которую родители Анна и Иоаким привели в трёхлетнем возрасте в храм, тем самым выполнив своё давнее обещание. Они очень долго не могли иметь детей, и однажды, после многих дней молитв, отец Марии дал обет, что если у них родится дитя, то они её обязательно отдадут на служение Богу. Традиционно в день празднования «Видения» повсюду начинают свою работу ярмарки, где можно купить обновку, полакомиться выпечкой и, конечно, повыселиться. Однако главное, чему радовались мужчины, что в этот день можно купить отличные сани на зиму, которые тут же и опробовать. Ведь 4 декабря всегда устраивались катания на санях. Чаще всего в них катали молодожёнов. Для этого мероприятия должна была быть в сборе вся семья. Первоначально все вкусно ели за щедрым столом, затем где-то в середине обеда в путь отправлялись молодые, позже за ними ехали все остальные. По возвращению молодожёны ехали в дом свекров, где их встречали пышным застольем. Главным угощением стола были булки и баранки, а также вареники с разными ягодами и фруктами. Невестка кланялась до земли матери мужа. Это был знак благодарности, что её приняли в его доме. Чтобы холла в следующем году не уложил с болезнью в постель, хозяин дома 4 декабря должен был поприветствовать братьев Морозов. Он топил так печь, чтобы в доме было очень жарко. Девушки в виденье тайно освещали воду в храме и давали её выпить понравившемуся молодому человеку. Считалось, что эта вода приворотная, и благодаря ей парень обязательно влюбится в ту, которая даст ему непростую водицу. Существовало поверье, что 4 декабря нечисть становится сильнее, поэтому может принести вред как людям, так и животным. Для защиты от неё нужно начертить на дверях домов и хлебов кресты, а также обмазать их растолоченным чесноком. Двор посыпать маковыми зёрнами, после обкурить зельем. Чтобы скот мог противостоять влиянию нечистой силы, животных обязательно сытно кормили. Праздник «Видение в храм Пресвятой Богородицы» имеет ещё одно название – «Видение», так как в этот день умершие могли встретиться со своим телом. Поэтому родственники несли на могилы украшения, на женские – бусы или платки, на мужские – пояса или расчёски. Обряды и заговоры на «Видение» часто были связаны с торговлей и деньгами. Но прежде чем их проводить, необходимо в течение трёх дней держать строгий пост. Сегодня по церковному календарю отмечается большой праздник, который относится к двунадесятым – «Видение во храм Пресвятой Богородицы». Двунадесятые праздники – это самые большие двенадцать церковных праздников, которые считаются самыми важными после Пасхи. Поэтому народные приметы на 4 декабря очень важны и обязательно должны учитываться. Этот особый праздник связан с Богородицей, Девой Марией. Именно в этот день 4 декабря, когда девочке было всего три года, родители её отдали, Марию, в храм Господень. Мария взбежала по ступеням и даже не оглянулась на родителей, хотя так делали все остальные дети. И это очень всех удивило, ведь означало, что этому ребёнку предначертано божественная судьба. День, когда Дева Мария взошла в храм Господень, называется «Видение во храм Пресвятой Богородицы», и это великий праздник. По обычаю, сегодня люди ходят в церковь на церковные службы и молятся Богородице. Этот праздник считается праздником молодой семьи, а также праздником прихода зимы. Сегодня принято праздновать, радоваться, гулять, встречаться с родными и друзьями. Приметы на 4 декабря говорят, что сегодня категорически запрещено ругаться, сквернословить, брониться, вести разгульный и греховный образ жизни. Видение во храм Пресвятой Богородицы – это радостный праздник, когда нужно нести в мир добро и свет, а не разврат или зло. Также приметы на 4 декабря говорят, что сегодня можно сделать так, что семья человека будет на века счастливой. Для этого нужно найти место на земле, где снег еще никем не тронут. Поэтому снегу нужно проложить путь своими следами так, чтобы его никто не прервал. Если так сделать, то быть в семье настоящему счастью и благосостоянию. Считалось, что если в этот день будет сильный мороз, то значит и всю зиму будет люто морозить, ну а летом будет сильно жарить. Приметы на 4 декабря говорят, что в этот день не задавать деньги в долг, а то больше своих денег не увидишь. Нельзя сегодня обсуждать других людей, а то беда со здоровьем приключится. 4 декабря, как отмечают праздник Видения в храм Пресвятой Богородицы, народные приметы предупреждают, что в этот день нельзя устраивать пышное застолье. Считается, что сегодняшнее пиршество может перерасти в большие семейные неприятности. Поэтому, поверья, рекомендую 4 декабря приготовить скромный ужин только для членов семьи. Основными блюдами будет рыба, тогда в доме поселится спокойствие и гармония в отношениях, и выпечка, чтобы обеспечить семье достаток. Нельзя в праздник Видения в храм Пресвятой Богородицы стирать, убирать и шить. Также стоит отложить на время и домашние занятия, которые связаны с тяжелыми усилиями. 4 декабря рекомендуется приготовить легкие блюда, сложить вещи в шкафу, в кладовое, а также вымыть холодильник, чтобы порадовать духа, любящего порядок в доме. Домовой обязательно оценит усилия хозяев и вознаградит их доброй службой. Запрещается в этот праздник копать землю лопатой, поскольку земля до лета отдыхает и набирается сил. Считается, что тот, кто нарушит данный запрет, поплатится за это в следующем году плохим урожаем. Нельзя в этот день давать деньги в долг, по примете, деньги не скоро вернут. Есть вероятность, что для их возвращения придется приложить упорство и даже какую-то силу. Толь шревато серьезной ссорой с должником. При невозможности отказать взайме надо вечером съесть вареное яйцо. Тогда можно будет избежать серьезных проблем по возврату финансов. Запрещено 4 декабря кормить домашних животных любым кормом, кроме риса и гороха. Считается, что так можно их уберечь от недугов и обеспечить доме достаток и благополучие. К тому же сегодня не рекомендуется кричать и ругать животинку, можно ее потерять навсегда. Лучше к ней проявить ласку и внимание, тогда зима пройдет спокойно и без проблем. Ни в коем случае нельзя 4 декабря вести разговор о ведьмах, нечисти или других темных силах. Этим можно навлечь на себя беды, горести, нищету. Кроме того, перестанет вести в карьере и в любви. Лучше сразу же пресечь такую беседу, попросив собеседника перевести тему разговора на другую. Или прекратить общение и отойти от человека, вспоминавшего нечисть. Считается, что если девушка к видению не успеет ощипать лен, то летом урожая не будет, да и уважение людское можно потерять. Считается, что 4 декабря зима вступает в свои права, поэтому ее нужно хорошо встретить, украсить ворота рябиновыми гроздьями. Именно с видения разрешается ходить и ездить по замерзшим водоемам. Для этого он был еще непрочный. Но прежде чем выйти на лед, нужно трижды перекрестить и себя, и реку. Выпавший до этого дня снег растает, а тот, что сегодня ляжет, тот всю зиму будет укрывать землю. Поэтому его до полудня не считали, даже если и был сильный снегопад. Если мороз ударил 4 декабря, значит зима будет вся холодная. Отепель же сулит теплые зимние деньки, если дождь пошел к сырой зиме. Считается, что на видение последний раз можно на рыбалку выйти, лед уже крепкий, а рыба еще активна. Но эта примета только не для опытных рыбаков, другие и в мороз находят рыбные места. Если ворон каркает над домом, в котором кто-то болеет, то это печальный знак. Если же сорока трещит, к новостям. Если воробьи чирикают, к гостям. Если голуби воркуют, к семейному благополучию. На видение наблюдали и за дымом, идущим из соседнего дома. Если идет в сторону дома наблюдателя, будут жить с соседями в мире и согласии. Если в противоположную, к ссоре. Если вверх, к общей радости. В этот день делают особый денежный ритуал. Для этого нужно взять бумажную купюру, достоинством кратную пяти. Разменять ее на монеты, которые за три дня до праздника спрятать в икону. 4 декабря нужно вынуть их и положить на стол, на котором стоит иконка с изображением Девы Марии. Нужно зажечь церковную свечу и сказать, глядя на нее, такие слова. «Матерь Божья в храм вошла, ничего не боялась, так и мои дела будут делаться, твориться. Денежка к денежке крепится. Ничего не боюсь, Божьей силой заручусь». Нужно деньги собрать в жменю и поднести их к пламени. После необходимо их убрать в белый холщовый мешочек, который зашить и положить рядом с другими деньгами или вместе торговли. Также делают особый обряд, чтобы быть здоровым. Для этого нужно взять ветки вербы, березы и осины, принести их домой, поставить в воду и пусть стоят неделю до наступления праздника в воде. А утром 4 декабря нужно их заварить в родниковой кипяченой воде и влить отвар в ванну, в которую сесть со словами. «Как ты никогда не болела, так пусть и я никогда не буду болеть. Как ты была крепка и сильна, так и во мне пусть будет крепкий дух и сила могущая. Аминь, аминь, аминь». Нужно посидеть в воде минут 10-15, затем обтереться белой простыней и прочитать «Отче наш» три раза. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok